Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать, что можно сделать вот с этой проблемой. Значит, смотрите, почему эта проблема вообще возникает, как она появляется. Скорее всего, либо сам сайт LinkWirst не дает вам доступ, чтобы вы на него зашли, либо же что-то в браузере у вас блокирует этот сайт и не получается зайти. Честно, я особо в подробности не вдавался, почему это возникает, вот эта проблема, но, как видите, она у меня есть. Также, если она у кого-то есть, смотрите, что можно сделать. Переходите по ссылке в описании в Telegram, я ссылку на этот сайт здесь оставил, вот она. Значит, смотрите, что здесь нужно сделать. То есть, если у вас появляется вот такая ошибка, вы копируете ссылку вот этой ошибки, этого сайта, далее помещаете ее сюда, нажимаете Bypass, ждете, пока оно загрузится до конца, далее оно вам здесь вот покажет ссылку, вот я получил эту ссылку, перехожу по ней, и, как видите, меня перекидывает на второй чекпоинт, то есть, нам нужно так пройти 4 чекпоинта. Здесь делаем проверку, то что вы не робот, нажимаем Sumbit, и ждем, пока нас перекинет на следующий сайт, то есть, опять на LinkVerst. Самое главное, смотрите, чтобы еще у вас работал сайт самого Cranella. Если сайт самого Cranella не будет работать, то тут я уже даже не знаю, что вам можно здесь сделать. Скорее всего, вы можете тоже попробовать через этот сайт как-то получить ссылку на LinkVerst, а потом уже с LinkVerst ссылку опять сюда вставляете, получаете еще раз на сайт Cranella. Короче, как-то так. Конечно, это все довольно геморно, но пока другого варианта нет. То есть, смотрите, у меня опять этот сайт загрузился, опять та же самая ошибка. Я сюда вставляю следующую ссылку, нажимаем Bypass, Ждем у нас, пока он до конца загрузится. Давайте, в принципе, все капча пройдем. Так, я скопировал следующую ссылку. Так, проверяем. Сейчас, по идее, должен быть третий чекпоинт. Да, отлично. Давайте я сейчас видео ускорю, чтобы вы особо долго не ждали. Так, все. Смотрите, я прошел все капчи. Здесь у меня написано то, что все получилось, все сработало. То есть, ключ, по идее, я для чита получил. Дальше нам сейчас нужно будет перезайти в Roblox. Давайте, в принципе, это сделаем по-быстренькому. И посмотрим, получится у меня сейчас заинжектиться вообще или нет. Ну, по идее, должно, потому что я ключ уже получил. Так, нажимаем кнопочку Inject и смотрим. Сейчас, если сайт откроется и там написано будет то, что вы можете использовать чит, то все получилось. Да, как видите, эта надпись появилась, значит, все работает. То есть, вот таким, короче, способом вы можете получить ключ для чита и далее потом играть вместе с читом. Если вдруг появится намного лучше и проще способ, естественно, я сниму об этом видео. Так что, ждите. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok